приветствую всех друзья ну что продолжаем с вами дальше разбирать турнир майами к сожалению светлана кузнецова не оправдала наших ожиданий хотя и хорошо начала свой матч но видно уже слишком слабые батарейки у российской теннисистки поэтому ее надолго не хватает ее хорошего уровня игры ну что же будем дальше смотреть в принципе так на турнире двигается неплохо напоминаю что на телеграм канале большое количество текстовых разборов вы также можете читать ссылочка на телеграм есть в описании ну а на сегодня я выбрал три встречи как вы уже видели из названия выпуска и давайте с вами их разберем большое количество новостей из мира большого тенниса а также мнение эксперта по поводу теннисных матчей много чего другого интересного вы можете почитать на сайте спорт ставки . онлайн ссылочка на который будет в первом заговорном комментарии под данным видео свой разбор начну с матча между анет контовайт и сурана кирсиа девушки уже трижды играли между собой причем одна из триж была недавно в этом году и пока что контовайт не отдала ни одного даже сета с ранней и это правда чувствуется даже по игре что ну вот удобен скажем так стиль кирси астонки хотя конечно и экран встречи была наиболее упорная но там скорее сама анет немножко расслабляла и дарила много чего а так по факту она могла гораздо проще повердать по счет потому что ее на поиске такой тенниса он хорошо очень действует против кирсиа которая не выдерживает темпа и натиска такого я думаю что вряд ли что-то все не поменяется и скорее всего контовайт снова держит легкую и уверенную победу далее матч между дженнифер брэдди и сараса рибисторма очень нравится мне испанка в последнее время то как она играет только она реально заставляется пенец ошибаться очень такой у нее вязкий тягучий стиль игры она постоянно рвет темп она очень хорошо играет в защите практически не ошибается ее ну реально нужно пробивать играть неактивно агрессивно в принципе брэдди как бы и играет в такой теннис но американка честно говоря не очень смотрится пока что в этом сезоне да играла она не так-то много вот в австралии там конечно дошла до финала в австралии open но там и сетка у нее была не самая сложная да и доходила на нее до нее но скажем так не без проблем и теряла цепи поэтому для меня тут но непонятно почему она так одевна плодитка ведь может потому что играет дома но тут и лички один-один причем обе упорные да конечно тогда еще брэдди не заявлял так о себе огромка сейчас то есть на можно только в прошлом году прорыв совершила тем не менее сара тоже совершила хороший прорыв именно на быстрых кортах поэтому считаю что без боя тут испанка от матч не отдаст и третья встреча это матч между трезой мартинцовой и бьянкой андреевского все долго ждали возвращения канадской теннисистки пропустила на весь прошлый сезон там и травмы мешали и пандемия в общем не играла совсем бьянка и вот только вернулась в этом году и при этом пока что от нем конечно даже близко мы не видим того тенниса который она демонстрировала до травмы в 2019 году слишком пока много ошибок тяжело двигается она в общем нет уже той уверенности той легкости в игре хотя конечно и раньше она практически так скажем свои матчи затягивала и порой оказалось что вот там как-то травмированная по ходу матча вызывала детские таймауты многие так скажем критиковали что она вот так скажем тактически действует некрасиво в матчах ну когда это все под вопросом с этим меня она показывала очень хороший теннис хорошие результаты пока мы этого не видим конечно любит эти корты эти турниры хорошо не подходят и условия но мартинцова как бы тут тоже уже успела хорошо проиграть набрать форму на чисто квалификацию проходила при этом она или до этого тоже играла неплохо в том же санкт-петербурге принципе сейчас хорошая форма у чешской теннисистки она тоже играет активный теннис тоже может и пробивать в принципе терять нечего поэтому считаю что она тоже здесь без боя этот матч как минимум не проиграет такое друзья было на мне на эти встречи не забывайте подписаться на канал если вы что не сделали ждут вас комментариев возможно пишите свои мысли по поводу матчей других или даже этих ну а так с вами скоро увидимся также ждите новые интервью скоро будут и всем удачи до скорого пока пока